Самый яркий поединок турнира – дуэль двух омских боксеров. Данил Исаев, он в синем шлеме, и Евгений Чеплыгин. Напор и воля против мощных ударов с дальней дистанции. Супернастрой дал знать. Исаев специально отошел от своего напористого стиля и выбрал тактику мобильных взрывных атак. Чеплыгин подготовил свой контрход. Отлично двигался на ногах, добился преимущества в действиях передней рукой. Исаев с трудом прорывался на ближнюю дистанцию. Чеплыгин умело менял направление атак, попадал, и на финише боя Исаеву пришлось рисковать. Чеплыгин провалил атаку, нанес боковой удар с левой руки, соперник оказался в нокдауне. Я вытягивал его все время на себя, чтобы он на меня шел, а не я за ним. Это мой стиль. Вторым номером, больше первым-третьим. И все, я видел, что у него правая рука висит. Ну и тренер подсказывал, я же слышал все ринги. Игорь Тимошенко, он в синей форме, блеснул скоростью и напором. Боксер спортивной школы Олимпийского резерва сделал акцент на мощные изобретательные атаки по разным уровням и чувство дистанции. Серию в корпус завершали удары в голову или наоборот. Этот стиль принес успех. Натиск мощной ударной серии, победа в финале. Я рад, что у меня сегодня все получилось. Спасибо моей команде, тренеру. Тренер мне дал указание работать по этажам, больше левой рукой, смещать углы, менять этажи. Яркое продолжение. Золото в юниорской возрастной категории выиграли еще два омских спортсмена. Остап Зуев и Марк Петровский. Самым техничным боксером турнира специалисты признали казахстанца Евгения Павлова. Спортсмен участвовал в первенстве мира, продемонстрировал на нашем ринге несколько фишек. Отлично работал корпусом и уходил от ударов, держал руки у подбородка. Атакой слева отжимал перчатки соперника, освобождал площадь для удара с ведущей руки. Досрочно выиграл финальный поединок. Оскос хотел меня еще раз, потому что был я здесь не раз уже. Понравились здесь хорошие соперники россияне, сильные, мужественные. Но мы у нас в Казахстане готовились, и я оказался сильнее их. Триумфа мячей во второй категории мемориала. Наша команда завоевала 9 золотых медалей в состязании спортсменов 15-16 лет. Лучшую технику продемонстрировал Никита Павленко. Боксер отлично действовал передней рукой, атаковал разнообразно, точно и вовремя. В финале уверенно победил спортсмена из Ханты-Мансийского автономного округа Романа Куемчана. На этом турнире я прибавил тактики и смог быстро подобрать ключик к своему сопернику. У меня была больше скорости и выносливость. И благодаря скорости и дистанции я смог на дальней дистанции расстреливать его. И за счет выносливости в последнем раунде у меня все получилось. Следующее соревнование у наших боксеров в ноябре. В Омске пройдет всероссийский турнир «Колоса» на призы заслуженного мастера спорта Александра Островского. Владимир Истонин, Сергей Гаврилов. Антенна 7.